Самых творческих ребят Кубани здесь, на сцене Сочинского колледжа искусств, встречают уже шестой раз. Танцоры, певцы, чтецы, участвующие в Сочинском зональном конкурсе, собрались со всего Большого Сочи, а также из Джубги, Туапсе и поселка Новомихайловский. Конкурс «Крейвой» достаточно серьезный, отмечают члены жюри, среди которых заслужены и почетные работники образования культуры Кубани и России. Оценивать они будут строго, но главное, отмечают специалисты, то, что эти дети сегодня на сцене и нашли себя в творчестве. Для меня, как вокалиста, важно, насколько грамотно поет ребенок, насколько он поет от души, потому что очень часто дети стараются все это как-то погромче, покричаще. А вообще самое главное, чтобы из души шло, чтобы дошло до зрителей. И тогда какие-то малые погрешности, ошибочки, это всегда у нас у всех есть, у профессионалов тоже есть, они, в общем-то, прощаются. Проводит зональный этап трех краевых конкурсов Сучинское управление образования и городской центр внешкольной работы. Цель организаторов – повысить значимость художественно-эстетического воспитания детей и, конечно же, выявить талантливых исполнителей. Алина Коваленко – одна из таких. Сегодня она открыла конкурс «Молодые дарования Кубани». На своем любимом инструменте юная пианистка исполнила произведение Шопена «Лист желания». Хочу стать великой артисткой. Хочется быть известной как-то. Стать популярной мечтает и другая участница. Екатерина занимается эстрадным вокалом и свое будущее видит только на сцене. Песня «Молодые дарования» Песня «Молодые дарования» Песня «Молодые дарования» Это для меня вся моя жизнь. Покалом я живу. Постоянно стараюсь выходить на все занятия. Постоянно пытаюсь участвовать в каких-то различных конкурсах. Естественно, пытаюсь победить. Победа – это для меня самое главное. Юные таланты представляют 13 учреждений дополнительного образования. И у многих из них есть шанс попасть в финал, который пройдет в краевой столице. «Всегда сочинская зона представлена очень яркими коллективами, очень яркими сольными исполнителями. У нас каждый год есть победители во всех трех конкурсах. Борьба серьезная, потому что коллективы очень много образцовых, хореографических коллективов». Для творческих ребят «Юный век» – любимый конкурс, так как на этом он не заканчивается. Самый долгосрочный из всех трех – «Звонки голоса Кубани». Он продлится до декабря. А победители конкурсов «Молодые дарования» и «Коллектив года» определят уже в июне.